Привет дорогие подписчики и зрители канала меня зовут Артур мы продолжаем проходить Dead Space 2 мы находимся на непонятной медицинской станции вот этот госпиталь на нем держали айзека после событий на ишимуре над ним проводили какие-то эксперименты похоже но сейчас он сумел выбраться по станции идет заражение как в свое время с шимурой именно с этим он умеет очень хорошо справляться опыт у него просто очень очень большой в этом деле нашими руками естественно надо как-то убираться отсюда он там был выход но к сожалению как видите закрыли герма дверью поэтому будем искать новый проход нам видимо куда-то да вот сюда поэтому давайте-ка мы сходим осмотримся помаленьку прежде чем выбираться возможно найдем что-то хорошее вообще я бы конечно с радостью примерил какой-нибудь костюмчик уже потому что ходить в этой смирительной рубашке не очень весело хотя с другой стороны тот момент когда мы видим лицо айзека первой части нам такое позволили только уже под конец собственной игры новые технологии по-моему точно такой же журнал был в первой части прямо вот с такой же обложкой или мне кажется так что-то я тут ничего особо не вижу ну так подобрали конечно всякого так что само по себе уже неплохо подожди я пришел оттуда а что у нас тут слепила обелиска своего какашек какой кошмар пропаганда правительства земли как я понимаю не должны быть напряженные отношения у всяких колоний типа вот это вот скажем спроу около сатурна на котором происходит действие и у собственно правительства земли который пытается все это контролировать но я думаю со временем большинство колоний если их не шугать военной мощью выйдет из-под контроля как мы видели скажем в киллзон втором и будет война за независимость идем в администрацию подобрали все что можно вроде бы как пожалуйста направляйте всех пациентов жалобами на чувство тревоги или проблемами с психикой в другие госпитали станции у нас закончились свободные кайкоместа и практически исчерпан запас препаратов эмоциональной коррекции так вот это как называется у вас да последняя волна увольнения рост напряженности между унитологами и комитетом конечно привели к всплеску числа пациентов но у поступающих сейчас больных совершенно другая симптоматика доктор Брайан Алперс отделение психологии эмоциональная коррекция так и скажи дадим даем седативные препараты проще говоря наркотой накачиваем чтобы пациент слюни пускал и ничего не делал так психиатрия расписание приема так нам похоже туда кругом трупы и трупы причем просто похоже убитые спецслужбами потому что у них нет каких-то там фрагментированных конечностей лежащих рядом если бы некроморф напал то порвал бы в клочья оторвал бы руки, ноги а тут просто мертвые тела лежат похоже чистили от свидетелей они как и просил Тайдман стазисные коконы активированы ладно но с другой стороны они какие-то вон себе облезшие все может быть отчет о ремонте 384-003 стазисный кокон такой-то такой-то заменен тахионный узел размагничена катушка излучателя откалиброванные вилки Гейзенберга индукционные катушки все еще работают в разнобой начал тест целостности матрицы сообщил диспетчеру об отмене следующего ордера на эту работу идет весь день это про тебя видимо да а ну понятно с тобой что-ли что-то делать а блин подожди что я делаю вообще это же просто нужно подойти что-то я затупил ну ладно отвык забыл так и как с тобой понятно вообще и все это уже захраны и службы безопасности ээээ тихонько стазис со временем восстанавливается а я думал сейчас этим нужно исполнять понятно так он просто моментально восстанавливается видимо оп добрый день хорошо ладно на офигеть да тебя вообще расчленять что ли нужно ой тут еще один ой ой ладно это новый тип противников что ли что-то я их не помню я вообще нифига не помню я пожалуй так буду проверять тела подозрительные чтобы они не кинулись на меня потому что те что лежат и не хватаются это значит что они будут тебя откровать а если они вот так подлетают к себе то значит все в порядке можешь не волноваться так может из тебя блин я не хочу тебя топтать ладно отлично первым делом качаем как обычный икс я думаю мне кстати в первой части кто-то говорил когда я проходил что я неправильно все качаю ну конечно же я неправильно все качаю по правильному это только по вашему а я всегда все делаю неправильно всегда найдутся критики я все сделал именно так как мне хотелось я прокачал икс потом свою любимую штурмовую винтовку а потом уже все остальное то есть вот этот резак он мне не сказать что прям сильно нравится хотя в второй части он как-то выруливает кстати говоря только что заметил в предыдущей части был честный обсчет расстояние между вот этими точками прицела и поверхностью то есть вот так вот они были бы на поверхности прям отображались бы вровень а здесь просто статичные такая три точки они вне зависимости от расстояния всегда одинакового размера мелочь но там было по-моему лучше пич ой блин неприятная хрень ну ладно у нее голос был похож на эту черную тетку тетеньку из проклятия так откуда они могут прийти да откуда угодно цветы скидка 50% ну да в принципе в приемной палате это по-моему отличная реклама то есть если кто приходит навещать сразу скажет ооо за пол цены выздоравливай скорее шарики продаются полный набор всякой короче говоря я не хочу умирать кто-то писал кто ж хочет секретность председатель Донован это доктор Брукс я неоднократно уже говорил об этом но вынужден повториться мне не нравится атмосфера секретности которые окружены новой лабораторией психиатрического отделения прошло 3 года а у нас нет намек на то что происходит подобная секретность неуместна в открытом и свободном обществе их компьютерные сети настолько изолированы что мы даже не знаем существуют ли эти сети не говоря уже о том чтобы убедиться что никто не совершает неэтичных действий прямо под нашим носом если в ближайшее время мы не получим разъяснений я обращусь напрямую к Тейдману и потребую провести тщательный пересмотр подобной политики доктор Брукс конец сообщения доктор Брукс ты по-моему сумасчечий чумасечий значит тебя убьют просто это будет гораздо проще так мне налево а справа что? справа ничего спасай себя осторожно используется кислород огнеопасно не курить окей так труп теперь ты точно не встанешь ой твою пофигеть вот это было круто пожалуйста сообщите немедленно в команду техобслуживания ага протопатъем ладно ладно вроде мертвы да старистная батарея нажмите Y нет спасибо так ну ладно хорошо удалось нам избежать еще одного прыжка на кресле так сохранимся побыстрому и идем сейчас покупать обновочки что у нас там есть во второй части нового я думаю винтовку дадут купить ооо сколько тут всего из чего такой выбор то я не понял так и должно быть ооо нет ребята так не должно быть похоже да костюм охранника комитета улучшенный костюм это возможно из-за того что у меня сейвы на компьютере до сих пор лежат или как это понимать не понял честно говоря так ну тут нам дают по-моему костюм инженера не будем читерской всякой ерундой пользоваться верно то есть возьмем вот этот который тут скорее всего должен появиться и будем двигаться дальше а всякое четырье пожалуй оставим на потом это странно что это все открыто не будем облегчать себе жизнь хотя там много вкусного всего конечно но это потеряет интерес к игре в итоге потеряется старый добрый инженерный костюм отлично причем это судя по всему костюм третьего уровня насколько я его помню он так выглядел здесь он по умолчанию такой конечно вот это все блин крутое но не наш подход не наш блин насколько приятно ощутить себя в старом добром костюме так ладно ну да дальше мы пройти просто не могли супер без костюма мы тут не прошли бы значит я был прав в том что здесь нам по-любому нужно взять начальный костюм а я вспомнил у меня же друг приходил как-то где-то год назад наверное прошел Dead Space добил до конца видимо с тех пор сейф так и лежит что ли не знаю ну ладно мы этим пользоваться не будем сейчас пионерская так нам туда да и наш корабль надо сказать не в самом лучшем состоянии видимо мы на нем не улетаем ну да ты гель тихо-тихо спокойно не как ущи у нас вообще ой тихо тихо-тихо я был не прав какая дуря офигеть за тобой хрену следишь так быстро двигаешься у второй части Айзек что ли подвижнее как-то стал тихо-тихо-тихо аккуратно как-то все гораздо динамичнее пошло в первой части прям чувствовался вес костюма ну как видите без проблем вообще без каких будет там не было да твою мать хорошо так ну ладно это было вообще просто элементарная у меня как-то с такими здоровыми тварями очень просто получается что в первой части что у второй там тоже такие же подобные были подобные были здоровяки стадис против них конечно элементарно ну и опыт игры в дак dark demon souls сказывается та игра учит уворачиваться как ничто другое так ладно шо самое приятное место на вид а не помню второй части детишки есть нет ну то есть эти с тремя отростками ненавижу этих тварей по-моему нет не знаю знаем скоро я думаю так лифт сломан похоже что за звуки там были лично еще один магазин это мы знаем так ну нам нужно купить штурмовую винтовку я думаю по-любому о тут уже нормальный магазин да а нет тут опять все лежит так ну стандартная винтовка какая-то быстрая стандартное оружие похоже появляется тут так что у нас пока винтовки нет а этот отстой всякий мы даже смотреть не будем зачем нам четыреть верно ладно так пока тогда ждем лазерный пистолет есть он мне не нужен дротикомет мне тоже не особо так в персе как говорится и кроме того можно продать вот это и вот это и вот это вот это и вот это и вот это в итоге нас 23000 мы можем купить еще силовых узлов или нет похоже что нет пока да жаль жаль блин убрать будут эти штуки вообще просто может через опции сомневаюсь конечно ну ладно начинаем качать свой костюм с оружием у нас пока проблем нет а вот костюм из покрепче будет это будет хорошо нет не плазмный резак а x так здоровье воздух и один оставляем отлично получше стало полоска он ведь увеличилась в делениях вовсе откуда ты появился вообще ой блин ты чуть 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 с ним странно как ты это все а он все глючит да ну ладно огромный огромный город давайте-ка мы лучше отсюда пройдем нафиг эту дорожку слава богу понятно обращение в общем управителя здесь чтобы помочь тайтман земное правительство беглец от правосудия комитета считается психически неравновешенным опасным не приближаться кларк и новый он строс понятно шо вот и пригодился наш силовой зам силовой узел текстовое сообщение в связи с кризисной ситуацией на рынке разработки планет показатель безработицы на станции титан вырос до девяти с половиной процентов впоследствии цензи сашимуры продолжает влиять на добывающую промышленность в частности компания предоставляющие различного рода услуги закрывается одна за другой таким образом условий для дальнейшего развития планетарных разработок становится все меньше и меньше тем не менее станция титан все еще генерирует некоторую прибыль в основном благодаря грантам комитета выплачиваем на научно-исследовательские изыскания и разработки организация обеспечения обслуживания колонии смогла преодолеть последствия кризиса поскольку в правительственном секторе наблюдается некоторые движения между тем доки для планетарных потрошителей корабельный флот горное оборудование товара для промышленности продолжают быть крайне убыточными сессии смогла частично компенсировать траты сдав в аренду исследовательскому департаменту комитета свой комплекс да не лучше времена переживает эта компания похоже схемы силового узла вот теперь мы сможем их покупать отлично это очень хорошо что там за звуки таки оооо, твою мать ооо, твою мать ооо, твою мать ооо, твою мать Офигеть Офигеть Бесполезно, похоже, да? Отлично Прям в самую гущу Надо валить отсюда Здесь у нас доктор Пришибленный Мною Ладно Пора валить Интересно, я смогу Понять Че такое Когда время для нового костюма настанет Или они у меня в инвентаре будут Да че там творится-то Отлично Так, на всякий пожарный А вон Кто ты? Это драки, Айсак Они нам дали драки, чтобы мы не забыли Но все происходит Я не знаю, о чем ты говоришь Почему ты звонишь? Айсак! Айсак, подожди! Ну окей С одного выстрела Хорошее место А там полный бардак Да уже Так, секунду Там че-то совсем все плохо Да капец Надо выбираться отсюда Ну муж конечно оттащил Тещу что ли спасать Твою мать Наверное умер, да? Ха-ха-ха Фигеть Ну пойдемте проведаем маму Что-то небольшая у них Квартирка на троих-то была Мама, вы так изменились Накрасились что ли? Да блин, как чувствовал, а? Подожди Это же доча пришла, да? Твою мать Зачем мне дают патроны Для того, чего у меня нет Ладно И мама, и доча О, ты посмотри Своё получили Мама в душе, похоже, мылась Когда это всё произошло А, в смысле автоматика Отходишь от унитаза И он смывает, да? Ну-ка Офигенно Мне бы так Ха-ха-ха Так, ладно Продолжаем Что-то тут совсем всё плохо Да Да Офигеть Вы издеваетесь, что ли Кто там? Вообще-то, знаете Я даже узнавать не хочу Ну и он нафиг Так, в угол В угол Ну да Это было правильным решением Так, ещё будет? Ну конечно Куда уж без этого Ой, только не ты Ладно Блин, вот эти патроны Мне вы пригодились Только сначала винтовку Надо найти, конечно Так, всё ладно Да Тут похоже Массовая эвакуация Идёт, что ли Не совсем понятно Похоже на то Ладно Здесь всё спокойно На площади внизу-то уже всё, да? Всё кончилось Вон там мы проходили Там натурально Оттворился Теперь уже тишина мёртвая Я учусь за мануху Я сейчас подойду И выскочу, да? Ну-ка, давай попробуем Молодца Хоть один у нас Мозговитый парень Если у него правда оружие есть У него шансы есть выжить, похоже Так, аптечка Да, конечно На этом костюме Инвентарь не такой уж и большой История объединённой гильдии космопроходцев Покорения Луны Так, ну-ка Концепция переработки целых планет Появилась лишь спустя десятилетия После открытия теории единого поля Которая позволила человечеству Управлять гравитонами С той же лёгкостью, что и электронами Фигаси Вот они как путешествуют Значит, на такие расстояния С изобретением оборудования Для ширкомасштабного управления гравитонами Для добывающих синдикатов Открылся новый рынок Однако никто не мог предсказать Какие последствия может вызвать Выемка целой планеты из Солнечной системы А другие системы оказались для недоступными Ввиду Отказа Оставались для недоступными Ладно Ввиду зачаточного состояния Работ по строительству первого гипердвигателя В качестве испытательного полигона Был выбран спутник Сатурна Титан Он находился достаточно далеко от Земли Чтобы его разработка не представляла угрозы И в то же время достаточно близко Чтобы обеспечить эффективную доставку оборудования И необходимых ресурсов Так и была воздвигнута эта станция, похоже, да? Там я стоял Отсюда с нами строс связывался Или это было на втором этаже Это было на втором этаже Так, ладно О, ребята Там нас что-то веселенькое ждет, я думаю Но как бы там ни было Узнаем мы, я думаю, это в следующей серии Но пока что прекратим Игрушка офигительная Она не такая страшная, как может показаться поначалу Хотя многие почему-то ее очень боятся Но тем не менее Первая часть, по-моему, была пострашнее Но тем не менее Именно в плане сюжета и постановки Игра заметно подросла И очень хорошо воспринимается Так что увидимся в следующей серии Надеюсь, в следующей мы доберемся До этих башен Кассини Или куда там нам нужно идти Что меня больше всего радует То, что я ее нифига не помню И поэтому как-то такие достаточно свежие ощущения от нее Потому что играть само по себе офигительная Ну ладно, увидимся в следующей серии Надеюсь, вам понравилось С вами был Артур Всего хорошего Пока-пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok